Мы закупили более 350 обогревателей, в районе 70 одеял, а также в районе 62 продуктовых наборов. Это на сегодняшний день. Айбар Архенов вместе с сестрой Жамилей сразу же, как услышали, что земляки остались без тепла в 30-градусный мороз, организовали сбор средств для нуждающихся. Общими усилиями с друзьями и знакомыми с других городов им удалось собрать около 5 миллионов тенге. Мы создали группу в WhatsApp, добавили всех наших друзей и дополнительно уже я от своей компании, от ТУ «Астана СНАП» мы выделили помощь в денежном эквиваленте, а также помимо этого отправили две машины в «Экибастуз». Это забитые были одеялами, обогревателями, масляными и воздушными. Отдельно к нам присоединились Казахстанская ассоциация цифровой энергетики Казахстана. Разворзили мы с друзьями, родственники, даже тетя, которой 56 лет, она сама за рулем, до двух ночи стабильно ездили по каждому адресу. По адресам списки формировать помогали. Сначала кидали заявку, опубликовали, если у кого-то есть знакомый, нуждаешься, просим вас обратиться, мы поможем. Далее к нам присоединилась ассоциация детей-аутистов города «Экибастуз». Не остался равнодушным в сложной ситуации и Иса Мусхаджиев, председатель Чечена-Ингушского этнокультурного объединения Дома Дружбы. Иса Абдулаевич рассказывает, что вместе со старейшинами неоднократно поднимали на общественных собраниях вопрос о плачевном состоянии ТЭЦ. Мы доносили, что у нас ТЭЦ в плачевном состоянии, что мы не проживем эту зиму без аварий. Что было? Ничего мы знали это, мы в принципе, не сказать, что были готовы, но то, что будет тяжелая зима, мы были в курсе. И когда город в одночасье стал остро нуждаться в обогревателях, в числе многих представители Дома Дружбы откликнулись на беду земляков. Хотя некоторые из них сами тоже были в числе пострадавших. С Павлодара, с Астаны, с Алматы отправляли денежные средства и наша молодежь. Не только там в войнахе, ингуши, так же казахи, ребята. Все вместе там не было такого разделения. Мы все вместе помогали людям обогреватели, теплые матрасы нам отправляли. Мы покупали там, где многодетные дети, да, заезжали к старикам в частный сектор. Все, кто обращался ко всем, мы старались заехать, никого не оставить без внимания. ТО «Берт» – наше предприятие. Мы на сегодняшний день вели ремонт по инженерным сетям второй школы и до сих пор ведем работы на четвертом садике. Дом, где проживает семья Айбара Архынова, тоже остался без тепла. Но, несмотря на это, он продолжал помогать другим. У меня тоже семья, супруга, мама, разумеется, в первую очередь. О них подумал, и не хотелось бы, чтобы они оказались в такой ситуации, когда меня рядом нет. И помимо них есть ведь и другие люди, которые тоже нуждаются. Есть роженицы у нас, есть с детьми у нас, есть одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды. А побудило, не знаю, это, наверное, с детства у нас такое сознание с родной сестрой, что родители дали такое воспитание. Не первый год мы этим занимаемся. Ранее я работал когда-то представителем Жасутана города и Кибасус на протяжении четырех лет. Мы также занимались благотворительной деятельностью. После, как частный сектор ушел, до сих пор продолжаем, но уже в других масштабах, более объемные. Общая беда сплотила. Вклад всех, кто случайно или не случайно стал участником ликвидации последствий аварии, оказался даже больше ожидаемого. Слезы наворачивались каждый раз, когда мы ездили по адресам, видели в каких условиях, в тяжелых условиях живут люди. Поврежденные дома, поврежденные квартиры. Да, разумеется, и они на эмоциях. Благодаря тебя, и ты сам на эмоциях. То есть это передается тебе. Мы жители этого города, мы переживали за этот город. Что можешь сподвигнуть, если у соседа твоего горя? Для этого ничего не должно сподвигать. Это обязанность каждого здравомыслящего человека помочь ближнему своему, соседу, другу, брату. Продолжение следует...